Создание кружков и секций позволит детям найти свой путь и определить будущее. Так считает уполномоченный по правам ребенка Аружиан Саин. Она сообщила, что сейчас совместно с Минобразованием прорабатывается вопрос по разработке модели подушевого финансирования школьников. Как такая мера сможет помочь дарованиям развиваться и воплощать идеи в жизнь в материале Айданы Нураш. В социально ориентированное время, когда жизнь человека оценивается мерой успеха и достижения конкретных целей, немаловажную роль играет и всестороннее развитие и поддержка детей. Сегодня мы встретились с учеником четвертого класса, который помимо успехов в школе занимается моделированием самолетов. Савва, запускай! Это хоть и летающая, но пока еще не сбывшаяся мечта 11-летнего Саввы. Мальчик учится в 184-й общеобразовательной школе. До обеда он на учебе, после идет на курсы по авиамоделированию. Их мальчик посещает вот уже как два года. Савва хочет стать пилотом. Изначально я делал из картона самолетики маленькие, а потом начал делать из пеноплекса, потом начал делать из пленки. И чем дальше, тем самолет больше и лучше. Самолеты есть обычный планер, есть учебный планер, есть спортивный планер, есть резиномоторный планер. Я делаю сейчас резиномоторный, почти закончил. И потом я после резиномоторного буду делать кордовый моторный. Вот такой. Наград у мальчика много. Среди них и школьные, и городские. Конечно, не без поддержки заботливых родителей. Главное для меня – помочь ребенку стать ближе к мечте и найти свой путь, говорит мама Саввы. В наше время сейчас должны дети, в принципе, уметь все и сразу. Потому что даже вот сейчас программа школьная у нас тяжелая, немножко запутанная. Даже родители многие не понимают всего. Поэтому мы как-то стараемся, чтобы у нас дети росли занятыми, сразу привыкались с детства к труду. Во время затяжного карантина времени даром не теряли и Айтория Снурали. В рамках акции «Безбергемос» юные таланты создали робота, который призывает у людей к соблюдению условий самоизоляции. При виде человека он здоровается и говорит «Оставайтесь дома, безбергемос». Нам хотелось помочь и быть полезными стране, особенно в этот период. И таких интеллектуальных ребят в нашей стране тысячи. Но их может быть еще больше, если предоставить детям возможность развиваться в свободное время, считает уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин. Амбудсмен сообщила, что ведет переговоры с Минобразованием по разработке моделей подушевого финансирования школьников. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем принять закон, который, я очень надеюсь, наш парламент будет рассматривать, о подушевом финансировании детей на занятия в секциях и кружках, чтобы деньги пошли, наши бюджетные деньги, налоги, пошли за каждым ребенком по его ИИН в те секции и кружки, где занимаются дети. Сегодня, к сожалению, этой возможностью могут пользоваться далеко не все наши маленькие сограждане. Рисование песком, ментальная арифметика, робототехника. Есть множество способов, как занять ребенка, чтобы он вырос счастливым, развитым, способным и стал полезным для родных и общества. Айдана Нураш, Рашид Шукуралиев, телеканал Алматы.